По-настоящему серьезно богатые олигархи, они себе ни в чем отказывают, не отказывают. Жизнь лакшери, женщины, любые всякие разные, все это только оценок с любым мусором в голове. Единственное, чего у них нет, это у них нет возможности жить свободно. Ваш завод принадлежит Мордашову. Скажите мне, пожалуйста, как такой миллионер, и вы просите деньги на станок? Вопрос счастья и свободы, поменять на деньги и сдохнуть над златом, над чемоданом, так себе обмен. Что скоро будет переход власти над темным активом, она ведь приходит в голову не только хозяину, но и многим-многим-многим другим, кто понимает, что счастье начнется. Добрый день, дорогие наши зрители. У нас сегодня в гостях Владимир Николаевич Баглаев. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, Виктория, слушатели и зрители. Всем хорошего настроения. Боты? Боты, конечно, само собой. Продвигайте наш канал, пишите нам все, что о нас думаете. Не важно, что о нас думаете, важно, чтобы вы об этом писали. Владимир Николаевич, давайте поднимем тему сегодня в такую передачу по наследству тех богатств, которые накопили олигархи. Вот сейчас идет разрушение заводов оставшихся, каких-то зданий еще, которые кому-то принадлежат. И я так понимаю, их разрушают для того, чтобы на этом месте построить что-то новое, и чтобы потом это было уже непосредственно их собственность. У меня такой вопрос тогда. Как с этим будет происходить, допустим, с более такими серьезными компаниями, как нефтедобывающие непосредственно заводы и так далее, газодобывающие, ну и так далее, и так далее. Как их будут передавать по наследству? Ну, смотрите, вопрос на самом деле интересный, он глубокий. Я бы не стал акцентировать внимание на тех нюансах, что вот для того, чтобы здание, которое вы украли у народа лет 30 назад, вот оно как бы нечестно украдено, а если я его снесу и построю новое, то оно будет честно не украдено и как бы все путем. Это тонкости, это по большому счету это мелочь. То, что вы сказали, оно не стоит того, чтобы вот на этом моменте заморачиваться. Но, тем не менее, мысль может быть у вас заложена глубокая. А, наверное, пора задумываться о том, кто по наследству будет забирать те огромные богатства, активы, которые после разрушения Союза попали в руки той или иной семьи или того или иного человека. Момент на самом деле любопытный. Дальше я вернусь к некоторой раскладке цифровой, которая, может быть, покажет, что вопрос наследства, возможно, не стоит вообще. И кто вообще сказал, что чтобы передать по наследству, надо быть собственником. И вы можете по формальному признаку сказать, но собственники-то есть. Ну, смотрите, в России есть такое понятие, слово бенефицар. То есть... Тот, кто стоит за чем-то, за каким-то процессом. Якобы стоит. То есть, по большому счету, те аэропорты, нефтяные компании, компании металлургические и другие компании, которые стоят миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов, напрямую не принадлежат той или иной фамилии. Как правило, это или иные офшоры, там еще куча всяких вариантов управления, трасты, все, что хотите, но не прямая собственность конкретного человека. Я не очень понимаю с точки зрения того, что... А смысл, скажем, тому или иному олигарху, тому же Прохорову, Потанину, Алисину, еще кому-то сказать, а это мое, и я лично владелец такого пакета акций, еще все остальное. Почему этого не происходит во многих случаях? Первый вопрос, который я не буду на него отвечать, потому что я досконально ответа не знаю, и, соответственно, я могу только предполагать те или иные варианты. Значит, вопрос от меня стоит. Первое. Второе. Если мы возьмем наших самых богатых миллиардеров долларовых, тех, кто имеют по списку Форс больше миллиарда долларов активов, то их суммарная стоимость по большому счету это порядка полтриллиона долларов. Ну, может быть, 600 миллиардов долларов. Но если уж сильно там, может быть, прибрать, все посчитать, может быть, 800 миллиардов долларов США. Это, конечно, много с точки зрения того, что в рамках той или иной капитализации якобы считаются собственности тех, кто, возможно, эти люди попытаются кому-то чего-то по наследству передать. Вроде бы это много. Но теперь посмотрим интересный, любопытный момент. С 1994 года, я уже статистику приводил, ее можно проверить, это легко проверяется. На федеральном сайте таможенной службы, то есть это статистика, которая легко проверяется, можно посмотреть на так называемые движения торговых потоков и посмотреть, что у нас страна имеет так называемый профицит торгового баланса с 1994 года, который равен порядка, сегодня уже мало чего не хватает, до 4 триллионов долларов США. То есть 1994 года страна отгрузила материальные ценности на 4 триллиона долларов США больше, чем получила обратно. Это первый момент. Второй момент. Не будем забывать, что из тех триллионов долларов США, которые страна отгрузила и получила обратно, то, что нас отгружало, она продавала по ценникам внешних бирж. То есть по большому счету были основания это ценники занижать. А покупала из рубежа тоже по ценникам внешних игроков. То есть когда меняешь бананы на комбайны, условно говоря, то бананы продаешь дешево или кофе, а комбайны покупаешь дорого. Это понятная технология. Поэтому эти 4 триллиона долларов, которые мы больше, дальше меньше получили, уже можно с некоторым коэффициентом увеличить за счет неэквивалентного обмена. Это второй момент. Третий момент. Учитывая, что покупательская способность доллара очень серьезно снижается, особенно, что это очевидные вещи, то даже те 4 триллиона долларов, которые мы больше отгрузили, чем получили назад, они сейчас уже приближаются к отценке, ну, мало чего не хватает до 20 триллионов долларов США. И если честно, то если сюда еще добавить коэффициент, связанный с неэквивалентным обменом, то цифра, которую в 1994 году так или иначе внешние игроки вытащили из России, она явно в нынешней оценке значительно превышает сумму в 20 триллионов долларов США. Значительно. Дальше у меня не может не возникать вопрос. А кто вывел эти самые 20 триллионов? Если это выводили собственники заводов в Паренте, то у меня не может не возникать мысль. Интересно. Они вывели 20 триллионов и даже больше, а в нынешней оценке их активы не достигают и одного триллиона долларов США. Слишком большая разница между тем, что столько стоят наши мультимиллиардеры, с тем, что из страны выведено. И каким же образом нам получилось, что собственники предприятия, которые выводили деньги за рубеж, владеют всего лишь 3-5 процентами того, что за рубеж ушло. Не может не возникать подозрения, что по большому счету это не собственники, а в лучшем случае управляющие партнеры. С небольшим монетарным пакетом. В принципе, по такому, в общем-то, варианту, очень часто строится любой бизнес у нас в России, в том числе торговый. То есть я там, ну, где работал, с кем работал, я понимаю, что когда присутствуешь на том или ином собеседовании, что я тоже проходил, с тобой, как правило, общаются не собственник, который владеет реально бизнесом, а человек, который в этот момент тоже как бы совладелец, маленький, небольшой совладелец, но именно он управляет. Даже раньше писали в витках управляющий партнер той или иной компании. Чтобы понимали, да, что он совладелец, но не хозяин. Что он управляющий партнер, но не хозяин. В этой ситуации дальше возникает мысль. Она не может не возникать, наверное, на самом деле. Итак, значит, если вы управляющий партнер, но не хозяин, значит, у того, чего вы управляющий партнер, есть настоящий хозяин. И похоже, что это не совсем народ альтерских федераций. Ну, похоже, да, мы так скажем. Дальше возникает следующий вопрос. А если есть хозяин, который в свое время обозначил наличие того или иного управляющего партнера на управление активами, которые находятся на территории России, очень богатой страны, и этот хозяин, реальный хозяин, понимает, что его управляющий партнер, в принципе, ну, постарел. И сегодня основная масса тех молодых олигархов, которые пришли, им уже около 60 или уже за 60. И по большому счету, с точки зрения хозяина, вопрос о том, что, и, как правило, у этих хозяев, а эти хозяева, как правило, это не новые деньги, а старые деньги, возникает вопрос, а кто же дальше будет с тем или иным управляющим партнером. Вопрос о том, что управление компанией будет передаваться по наследству, я бы сказал, большая наивность. Наверное, отправляя на пенсию того или иного управляющего партнера, как бы хозяина, наверное, можно предложить им хорошие отступные, хорошую пенсию, на которую могут прожить те или иные родственники, по большому количеству женщин, которые официально или инфициально создали родственные связи и полумаследников. Понятно, вопросов нет. Но с точки зрения хозяина, а почему он должен этим делом заморачиваться? У него вопрос управления и контроля за активами, которые находятся на этой территории, стоит он не привязан к тому или иному собственнику. То есть, здесь вопрос, кому будет передано управление этими активами. И я бы считал очень наивным, что право управления активами будет передаваться по наследству. Да, право быть управляющим партнером и числиться хозяином, оно дорогого стоит, и это, безусловно, позволяет вести достаточно шикарный образ жизни. Хотя, если честно, из того знакомства, которое я знаю, наверное, можно сказать, что по-настоящему серьезно богатые олигархи, они себе ни в чем отказывают, не отказывают. Жизнь лакшери, женщины любые всякие разные, все эти итоги оценок с любым мусором в голове, самым разным, машины, яхты, все-все-все-все-все. Единственное, чего у них нет, это у них нет возможности жить свободно. Вот здесь это, безусловно, раб-лампы, которые, причем рабство там достаточно тяжелое и психологическое. Хотя, да, от их решения, от их воли зависит огромное количество жизней, судя на других остальных. Но сказать, что они свободны принять решение, поверьте, это не так. И не то, чтобы они сильно плакали, но люди, которые тяхнут над златом, проживают свою жизнь не видя счастья, так, если честно. Иногда позволяя себе расслабиться за счет невероятного богатства, которое у них за спиной есть. Но стоит ли на того или нет, ну, каждый сам принимает решение, исходя из своего чистолюбия и жажды денег власти или женщин. Что, поверьте, для этой категории людей немало, многих из них немаловажны. А кому не важны женщины, их, конечно, поменьше, но тем, наверное, важны мужчины. Что тоже, в общем-то, стоит недешево в этом плане. Правда, в этой ситуации с наследством не так все хорошо получается, но в целом, как в том анекдоте про российского монаха, который, в общем-то, объяснил, что из этого брака ничего не получится. Вот. Соответственно, дальше возникает вопрос следующий. Мысль о том, что скоро будет переход власти над тем или иным активом, она ведь приходит в голову не только хозяину, но и многим-многим-многим другим, кто понимает, что сейчас все начнется. Вот мы сейчас наблюдаем интересные мероприятия, когда идет борьба за Валберис. Кто там с кем? Была семья, не стала семьей. Там то ли чеченцы, то ли дагестанцы сейчас бьются за как бы российскую компанию с английским названием. И у меня может не возникать вопрос. А ведь, в принципе, по любому активу в стране, который остается в руках стареющих управляющих партнеров наступает переход в время, когда должен неизбежно произойти переход. Дальше возникает для меня вопрос. А кто принимает решение и как? Вот как, предположим, может поменяться собственность у Лисина или у Потанина или у Дерибаски? Но как-то ж она поменяется? Или как-то ж появятся другие фамилии? В каком виде? По какому закону? Как это произойдет? Учитывая, что из них никто реально, как вот человек, как физицион, не является владельцем этих акций. Это все через теленные виды обшоров, все через теленные. То есть... Они, наверное, должны найти человека, который справлялся бы с этими обязанностями. Так же был верен им. Ну, по крайней мере, олигархи наши, вот эти вот небольшие, не хозяева. Хозяин, если подойдет этот человек, тогда он его может взять. Вы предполагаете, что люди, которые числись управляющими партнерами и хозяевами бизнеса, сами найдут человека, скажут, вот я хочу, чтобы это было. Это большая наивность. Теоретически такое, конечно, может быть, но поверьте, нет. Почему? Потому что такого рода людей будет воспитывать сам хозяин. Он не доверит воспитанию и подготовку команды людей по разным причинам. По разным причинам. И уж точно, с вероятностью 99%, никто из них не будет из семьи уходящих олигархов. Я объясню свою логику. Дело в том, что есть распределение так называемых денег старых и молодых. Так вот, передача наследства, бизнес по наследству может перевести, со временем переводить, деньги молодые в деньги старые. Что, в общем-то, никому из реальных хозяев денег это не надо. Поэтому передача собственности не по наследству, так она, скорее всего, и будет, позволяет не размывать древнюю элиту, условно говоря, я так утрирую, чтобы не вдаваться в нюансы. И, а если вы не размываете право свое править активами старых денег, по сути дела, акционеры мирового правительства, ну, опять-таки, условно все это говорю, то это как управление акционерным обществом. Чем больше акционеров, тем размываются доли мажетарных акционеров. Поэтому проще не допускать размножения монетариев, чтобы сохранять контроль за управлением в принципе отдельно активом или группой активов в целом. Поэтому, вы знаете, тема интересная. Значит, что можно предположить? Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я пытаюсь глядеть на вещи со стороны адекватно, не пытаясь лозунгами перекрывать те или иные эмоциональные моменты. Ну, давайте так. Старая элита, по большому счету, она не перешла на новые системы образования, культуры. Вы прекрасно понимаете и знаете, что современные школы, элитарные школы, они практически не то, что там старые учебники и все остальное, там принцип образования старый. То есть, вплоть до того, что в элитарных школах до сих пор сохранились физические наказания непосредственно в школах. То есть, учитель имеет право наказывать учеников физически. И первый момент. Второй момент, вот многие выгляделы фильм «Гарри Поттер», это условная сказка, хотя по большому счету современные школы старых элит, они построены по этому принципу и с какого-то периода дети, которые учатся в соседующих школах, имеют достаточно ограниченный контакт с своими родителями. Просто потому, что в данной ситуации у них стоит задача стать новой элитой, для этого необходима подготовка, которая минимально зависит от нежности любви или субъективного отношения родителей к своему чаду. Я так очень аккуратно буду говорить. Вот. Возьмем наши школы, не только в России, а в принципе с рубежом, это максимальная толерантность детям, делайте, что хотите, стойте на головах, учитель пустое место, знания потока-посколько и дальше возникает вопрос. А многие ли из сегодняшних богатых олигархов попустили своих детей через элитные школы не в плане дорогие, а в плане элитные, где детей 10 лет держат в жестких ежовых рукавицах? Так вот, если себя не обманывать. Из этого можно будет делать вывод, а на что способны те выпускники, которые пускай и дети олигархов не прошли подготовку, которая соответствует... Если уж откровенно, чем была... Почему сильна нынешняя бывшая советская нынешняя российская элита, которая была поставлена во главе к унижней предприятии? Все-таки советская система подготовки и школы была достаточно жесткой, ну так скажем. И вопрос толерантности не стоял. То есть все-таки определенная зубатость в советские времена воспитывалась. И на сегодня выпускники в основном неважно девочки, мальчики, это гламурные в общем-то ребята, которые плохо подготовлены к настоящим битвам на глобальных инициальных полях. Ни в стрессовом, ни в техническом виде никак. Поэтому вы знаете, на мой взгляд, я могу конечно ошибаться, но опыт того, что наблюдаю со стороны в других странах в том числе подсказывает, что в ближайшие 5-10 лет это небольшой срок исторический. Мы будем наблюдать очень интересные схемы перехода собственности в разные руки, которые может быть даже сегодня мы не очень представляем. Кстати, тот факт, что сегодня очень сильно оживились те или иные окологосударственные структуры возле активов, ну, предположим, тот или иной комбинат металлургический, неважно, там Липецк, Магнитка, Череповецк, какое-то еще, все приготовились, что через 10 лет там должен поменяться хозяин. У вас не вагитое желание с точки верения власти к этому процессу подготовиться, принять участие. Ну, сначала подготовиться. Для начала надо подготовиться, то есть так просто это не получится. Соответственно, я ожидаю, что на около нефтеперерабатывающих предприятий, возле патиметологии, возле сырьевых компаний сейчас начнутся те или иные моменты, связанные с тем, что будет похоже на приватизацию. Не приватизация, а похоже на приватизацию. Почему? Потому что даже те заводы и предприятия, которые сейчас как бы за воровство в те долгие далекие годы отбираются у собственников, они же остаются акционерными предприятиями, и государство, забирая их ненадолго к себе, опять ищет хозяина, который уже как бы оттуда-то берется. То есть, об этом примерно и речь. И, вероятно, те или иные пробные шары, когда в последние два года мы знаем несколько крупных компаний, это, конечно, не миллиарды, но уже сотни миллионов долларов в предприятия, которые вдруг на тем или иных основаниях поменяли управляющего партнера. Я так скажу аккуратно. Это работает, это вполне себе рабочая схема, и дальше никогда вопрос, а почему нет. Вот. И когда мы посмотрим на эту ситуацию с этой стороны, может возникнуть другая мысль. Но тогда эти самые олигархи, понимая, что они по наследству не смогут передать не только активы, но даже пенсионную книжку, будут пытаться выводить эти активы за рубеж. Делать запас. Да. То есть, а вдруг там не отберут, там же чтут права собственности. Наверное, это будет происходить так или иначе. И вот мы слышим, что Норильский никель сейчас очень активно занимается тем, что переносит свои производства из России, медная в Китай, а добычу производства платины в Бахрейн. Очень интересная раскладка по территории. То есть, ни в одну корзину. И, заметьте, никто по этому поводу не останавливает. То есть, собственно говоря, почему нет? И вот здесь я просто наблюдая за этой ситуацией, я понимаю, что мы увидим разные схемы реакции, у тех или иных управляющих партнеров с одной стороны, у хозяев с другой стороны и у управленцев государственного уровня с третьей стороны, которые попытаются отжать и оттуда, и оттуда по чуть-чуть. Ну, собственно, почему нет? Если вы управляющий партнер на территории России, то почему кто-то должен мимо вас заниматься управлением активом на территории этой самой России? В общем, 10 лет, я думаю, предстоит для нас достаточно интересное в плане того, как мы будем наблюдать. Это, на мой взгляд, опять-таки, практически неизбежно с точки зрения того, как давайте все отберем и отдадим кому-то по народу, да, в плане левого перехода. Ну, смотрите, эта мысль, конечно, во многом бы укрела душу, если бы мы не посмотрели, как это все сложилось в последние два-два с половиной года. И если у кого-то мысли про левый поворот еще года два-три назад были, то теперь очевидно, что, в принципе, все, что так или иначе могло нас дать надежду на такого рода поворот, ну, будьте им откровенны, сейчас все это в зародыше задавлено. Телены иные варианты как бы отмены условий и результатов цонов и разграбления народов российского было бы обозначено раньше, сегодня бы сказано, что никакой приватизации не будет, по большому счету, и забудьте. Можно не забывать, а что-то меняет. Поэтому тот случай, когда, наверное, есть смысл расслабиться и просто понаблюдать за тем, как будут эти три стороны между собой играть. За кого болеть? Ну, смотрите, я скажу так, вроде бы все стороны, которые учатся в этом процессе, ну, лично у меня симпатии не вызывают. Но если сегодня хозяин явно внешний, то само по себе наличие внешнего хозяина у меня вызывает чувство глубокого отторжения, понимая, что признание этого очевидного факта говорит о том, что мы признаем себя колонией. Поэтому чем меньше останется нынешнему хозяину, тем для меня лучше. Почему? Потому что любое ущемление реального нынешнего хозяина в будущем будет показателем снижения уровня зависимости и колонизации нашей страны. Ну, а надеяться на то, что к владению этим активом придет народ или менее циничный собственник, ну, надеяться, наверное, можно, но с точки зрения, почему я так считаю, что лучше пускай гады, но свои, да, а как в Индии, они же тоже были колониальной страной, но так или иначе у них сформировалась своя элита, и да, в этой нищей стране появились невероятно мощные миллиардеры, которые четко отстаивают свои интересы, личные интересы, но для отстаивания своих личных интересов, безусловно, жестких, они отстаивали и интересы непосредственной территории, на которой они защищают свои личные интересы, поэтому, если кто-то бизнес с Индией вел, то вы знаете, что это территория, которая по защите своего рынка и по техмонизму, она перебьет любую деталь, защищая интересы собственников Индии, ну и как следствие по факту защищая интересы тех, кто на этой территории проживает, поэтому тот случай, когда, наверное, надо запастись попкорном и посмотреть, как эти люди между собой разыграют эту партию. Другое дело, нам, людям, будет ли до попкорна, потому что обстоятельства все сгущаются и сгущаются, вот, это большой вопрос. Спасибо, Владимир Николаевич. Ну, Вика, я единственный момент бы добавил, смотрите, насчет людей, мы же тоже люди, хотя некоторые могут не согласиться, скажут, какие вы люди там, так, people, условно говоря, ну, смотрите, вопрос, а что надо человеку? Я, допустим, все-таки настроен на то, чтобы появилась какая-то возможность свободы. Возможность свободы возникает, когда вы по большому счету не сильно зависите от денег или вообще от них не зависите и от таких вот собственности. Поэтому вот я являюсь там директным заводом, который с оборотами, люди работают, 600 человек. И почему я свободен? потому что завод, который небогат, мягко скажем, нерентабелен и выживает от года в год, он никому не нужен. И вот ненужность этого завода с точки зрения рейдеров позволяет коллективу завода жить свободно. Понимаете? Поэтому это тот случай, а зачем вы там прибыль не получаете, зачем вы нужны? Подождите, на этом заводе люди работают, работают, получают зарплату, получают зарплату. Тратят зарплату, тратят зарплату. Они свободны от своих решений. Они не зависят от того, что где-то кто-то там за океаном, где-то еще. Не зависят. Ребята, разве это немаловажно? Поэтому тот случай, когда отсутствие активов, которые кого-то интересуют, оно дает возможность хотя бы в небольшом промежутке времени и в общем предприятии почувствовать, если уж не свободу, то хотя бы ее иллюзию. Поэтому тот случай, когда опять-таки у нас станок, который на мой взгляд увеличивает возможность свободы не только для нашего маленького предприятия, но еще для тех людей, которые в этом деле поучаствовали, продолжают участвовать, за что спасибо. Кстати, запустили мы уже первые тестовые детали, и мы уже переходим к серийным производствам на нем. Мы получаем удовлетворение не только от того, что где-то там у кого-то формируется прибыль, от того, что наша работа нужна не отдельно для этой власти или отдельно для этой хозяину, она нужна людям, и люди за это говорят спасибо, это дорогого стоит. Поэтому в данной ситуации, конечно, это не тот выход, который позволяет решить все вопросы, которые, наверное, бы нашим поколениям хотелось бы решить, сделать народную собственность, что-то еще, но то, что это маленький шаг, который, по крайней мере, позволяет чувствовать себя человеком, свободным человеком, наверное, тоже дорогого стоит. Владимир Николаевич, но проблема денег, это все-таки первоначально она в голове у каждого человека. Хороший момент, на самом деле, почему? Потому что, если вам с детства говорят, что деньги – это самое главное, и за деньги нужно все, и культ потребления, и сферпотребления воспитываются из детских садов, то вы правильно говорите, в данной ситуации этот культ все потребительства воспитываем, он человека делает рабом своих желаний и желаний заработать денег. Вот, к сожалению, мне кажется, общество может в этой ситуации стать более богатым, но оно не станет более свободным. И вот тут, давайте вернемся в город, в Советский Союз. Ну, давайте откровенно сравнивать уровень благосостояния советского человека и сейчас, учитывая реальные возможности потребления, несравнимы, мы жили беднее, но, не все, конечно, но в своей массе, но то, что мы себя чувствовали однозначно свободнее и счастливее, я думаю, тут вот в это не поддается обсуждению, это явно очевидный момент, в целом страна жила счастливо, и вот вопрос счастья и свободы, поменять на деньги и сдохнуть над златом, над чемоданом, так себе обмен. Поэтому это вопрос уже образования, но это тема для другого разговора. Владимир Николаевич, все-таки я обязана вам задать этот вопрос, потому что нам в комментариях наш слушатель написал, ваш завод принадлежит Мордашову, скажите мне, пожалуйста, как такой миллионер и вы просите деньги на станок, вот как это вообще все сочетается? Ну, смотрите, человек, который вам написал, это явный провокатор, потому что если бы он был человеком в наше современное время, любой человек, который пишет под роликами, он же, наверное, значит, YouTube смотрит, если смотрит YouTube, значит, он умеет VPN может остановить, значит, это не совсем человек, который не владеет компьютером, то есть, он мог набрать в поисковике и узнать, что Мордашов никакого отношения к Череповерскому литийный завод не имеет и никогда не имел. Все, что у нас общего с Мордашовым, это то, что предприятия находятся в одном городе, но в этом городе еще находятся порядка 70 предприятий с оборотом больше полмиллиарда рублей, и что теперь? Все хозяин Мордашов? А почему Мордашов хозяин, а не скажем, Гурьев, который хозяин Фосагра, это огромная компания, собственник, которая стоит нескольких миллиардов долларов США, почему именно Мордашов? Потому что он услышал слово литийный, а он вообще разницу между словом литийный и металлургический понимает, этот грамотный провокатор, скорее всего понимает, но ему важно эту мысль запустить. Значит, вопрос собственности завода это в какой-то мере околоколлективная собственность, которая возникла в ситуации, когда долгие, быстрые. В примере поменялось, наверное, собственников 8 или 7, которые, в общем-то, как от горячих пирожков, пытались от нашего завода избавиться, потому что кроме Геморроя ничего не отдавал. Момент, когда, в общем-то, принималось решение, а не пора ли его, в принципе, навсегда закрыть, просто мы взяли кредит в банке на то, чтобы выкупить последнего собственника этот завод на нас. И, в принципе, с этим кредитом мы живем и бьемся и по большому счету нас прибыль не интересует, нас интересует, чтобы хотя бы обеспечить себе зарплату на тех людей, которые на Канзоне работают. Вы это какая-то небольшая группа? Понимаете, в общем-то, решение мы принимаем коллективно, так или иначе, хотя, наверное, рано или поздно, так же, как мы с этого начинали разговор, возникнет вопрос, а что делать с тем, когда придется передавать по наследству. Но вы еще молодой, Владимир Николаевич. Слушайте, тем не менее, поэтому вот этот случай, когда мне говорят, а вот если у вас заберут, заберут что? И отдадут кому? Понимаете, вопрос в том, что завод, на котором я сейчас работаю, которым управляю, ему уже скоро 75 лет, и директором я на нем уже больше 20 лет. Я понимаю, что в любом случае хотелось бы, чтобы после меня и после меня и после меня здесь были директора, которые смогут сделать так, чтобы завод еще жил, 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 жил и жил. Почему? Потому что этот завод должен был умереть еще 20 лет назад. Он не умер. И если уж удалось продлить его жизнь, то почему он должен остановиться на мне? Вопрос, буду я переживать, если вдруг поменяется право собственности мою на завод, а еще вы должны переживать. Вот я что, с этой собственности, я кроме кредитов что-то имею? И у меня же заложено и ответственности. Ну, ответственность понятна. Дело в том, что это же проблема для семьи в том числе, потому что заложено все. Поэтому передача по наследству этого актива, она же будет передаваться вместе с долгами, кредитами, процентами, ответственностью. Так себе перспектива. Поэтому мысль о том, что так или иначе надо готовить людей, которые после нас смогут этим активом управлять в рамках тех целей, которые мы сегодня решаем. А цели наши простые. Это обеспечить людей, которые на заводе работают понятной, спокойной работой, более-менее предсказуемой, с приличным доходом, который позволяет завод прибыльным. Эта ситуация не важна, поэтому если несколько копейок, она уходит на две вещи. Или зарплата, или модернизация производства. В принципе, за всю историю, когда я работал на этом заводе, мы не выплатили ни одного рубля дивидендов собственникам. Предыдущим собственникам я не давал выплачивать, потому что завод просто не устоял. Я утверждал, что, ребята, если вам нужны дивиденды, вы меня увольняете, завод дербаните. Ну, а когда уже пришла критина собственность, то мы не выплачиваем, потому что, а зачем? Чтобы один раз раздолбить и все забыть? Нет. есть понятная работа, планы, схемы развития. И 20 лет назад наш завод производил менее 50 миллионов рублей в год. Сейчас мы производим 5 миллиардов. Да, у нас нет прибыли, ну и что? Когда работают... В советское время на заводе работало 170 человек, сейчас работают 600. Но я как минимум могу сказать, что мы сохранили то, что было и развили. Территория, которая была за заводом в советское время, сегодня нами расширена, увеличилась больше, чем в 3 раза. И пустыри и разбитые здания, которые рядом вокруг нас, мы их потихоньку будем воборот, оживляя, в том числе и проводя коммуникации, тепло, газ, которые уже давно там не живут. город вам это позволяет? Мы не мешаем городу. То есть... любую свободную землю у нас пытаются забрать. А почему земля не свободная? Там есть свои хозяева, собственники, которые, в общем-то, не то, что мы тут пришли, нет, если это все пропадает, как говорится, бери кредит, покупай и развивайся. Поэтому, если мы видим возможность, что есть такой шанс увеличить теленные объемы, да, это все в кредит, своих денег у нас ни у кого нет, естественно. Но, еще раз, я приводил пример, как в одном из наших материалов, что каждый третий рубль реализации, который мы получаем на завод в качестве реализации, каждый третий рубль возвращается государству в виде налогов. Поэтому, еще бы это в стране или городу по этому поводу переживать. Всем хорошо. Да, то есть, я же работал в торговых компаниях в Москве, я знаю, что, как правило, в бюджетах 90-х годов торговых компаний налоговые очистления не превышали 1% от объема оборотов. Неважно, какими схемами, но это было не более 1% от оборота платились налоги. Здесь у нас каждый 5 рубль идет в казну. Поэтому налоги для местного бюджета, регионального бюджета, федерального бюджета нет смысла здесь. Опять-таки, именно потому, что мы очень социально в этом плане ориентированное предприятие, то кому из нынешних акул бизнеса, которые не привыкли заниматься ни социалкой, ни тем, чтобы придеть налоги, нужно такое счастье. Ведь если вы придете и у вас снизится объем налоговых отчислений, к вам же будут вопросы, верно? Спасибо, Владимир Николаевич. Друзья, продолжаем помогать заводу. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...